Где-то там, за колючими кустами Ярвики, есть маленькое королевство эльфов и фельдов. А населяют его очень-очень маленькие существа. Я Бен Эльфик, а я Принтесса Холли. Пойдем играть. Продюсер Фил Пенес, авторитет, режиссеры Толли Ластер и Марк Бэйф. Маленькое место Дэна и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. Волшебная палочка Холли. Ах, какое чудесное утро для занятий с палочкой. Но, няня Пламп, я собиралась поиграть с Беном. Принцесса Холли, послушай, ты часто играешь с эльфом, но иногда надо и заниматься. Прошу, няня, обещаю позаниматься позже. Хм, хорошо. Ну, пожалуйста, вернись. Спасибо, няня, пока. О, где же Бен? Бен! Ну, что ж, пожалуй, можно и позаниматься с палочкой, пока его нет. Палочка, что бы такого сделать? Да, мы сделаем красивую шляпу. Абра-кадапа – красивая шляпа. Ой, не очень красивая. И кажется, слишком большая. Прощай, горе-шляпа. Привет, Холли. Здравствуй, Бен. Я упражняюсь в магии. Хочешь посмотреть? М-м-м, давай. Стой неподвижно. И тогда получишь новую шляпу. Абра-кадапа будет Бену шляпа. О, Бен, ты что, в шляпе? Ой, там никого нет. Похоже, я превратила Бена в шляпу. Боже, какая шляпа. Э-э, это Бен. Я случайно превратила его в эту огромную шляпу. Принцесса Холли. Вот поэтому надо заниматься магией и больше. Я как раз и занималась магией. Но всё пошло наперекосяк. Ты, наверное, слишком сильно махала палочкой. Нет, я махала так, как надо. Но эта палочка не работает. Так-так. У хорошей феи всё работает. Да, няня Плам. Я бы оставила Бена шляпой, чтобы проучить тебя. Преврати Бена обратно. Кажется, ему не нравится быть шляпой. Ну, хорошо. Смотри и учись. Динь-дон-дэн и шляпой Бен. Что это было? Э-э, я ошиблась немного. Но няня Плам пришла на помощь. Спасибо, няня Плам. Пожалуйста, Бен. Но Холли в следующий раз тряси палочкой нежно. Да, няня Плам. Прости, Бен. Ты испугался? Я же эльф. А эльфы ничего не боятся. Чудно. Можно тогда ещё раз попробовать? А, может, попозже? Пока, Холли. Пока, Бен. Хе-хе. Хе-хе. Принцесса Холли, что ты опять забыла? Э-э... Волшебная палочка. Где она? Ой, кажется, её у меня нет. Надеюсь, ты её не потеряла. О, вспомнила. Она осталась на лужайке. Я точно оставила палочку здесь. Пропала. Здравствуй, Холли. Здравствуй, Бен. Что с тобой? Я палочку потеряла. И больше не могу творить чудеса. Может, это к лучшему? Хе-хе. Это не смешно. Я никогда не найду палочку и буду плакать вечно. Ясно? Хе-хе-хе. Не плачь, Холли. Я найду твою палочку. Но как? Эльфы превосходные сыщики. А я же настоящий эльф. Хе-хе-хе. Спасибо, Бен. Но если я найду палочку, ты должна пообещать больше не превращать меня в шляпу. Обещаю. Но, Бен, как ты будешь её искать? У меня есть простой план. О, чудно. Хе-хе. Сначала постарайся вспомнить, где ты её оставила. В спальне, возможно. Или... Здесь. О. Здесь я её и оставила. Ясно. Что дальше у тебя по плану? Это был весь мой план. О. Я знала, что нам её никогда не найти. Смотри. Это Гастон пришёл. Может, он поможет? Привет, Гастон. Пожалуйста, помоги нам найти палочку Холли. Она была здесь, а сейчас её уже нет. Гастон умеет идти по следу. Он обязательно найдёт твою палочку. Гастон очень умный. Что? Почему Гастон остановился? Он смотрит на небеса. Выходит, твоя палочка должна быть именно там. Как это? Скажи-ка, она умеет летать? Палочка волшебная, но вряд ли она умеет летать. Что ж, но она где-то там. Вот если бы она могла подсказать нам, где её искать. Подскажет. Не словами, конечно, но моя палочка умеет издавать звенящий звук. Класс. Можешь её позвать? Сейчас. Палочка. Палочка. Это моя палочка. А звон идёт оттуда. Это Галка. Палочка у неё. А Галке любит всё блестящее. Она очень высоко. А мама мне не велела так высоко летать. Нет проблем. Я влезу туда. Осторожней, Бенц. Не бойся, Холик. Эльфы хорошо лазают. А я же настоящий эльф. Славная птичка. Слушай, ты не могла бы вернуть нам нашу палочку? О, как нам повезло. Молодец, Бен. Хитростью заставить Галку раскрыть клюв я бы ни за что не догадалась. Эм, да. Эльфы очень хорошо это умеют делать. Надо бежать, пока Галка не придумала, что делать. Ты прав. Вперёд, Гастон. Вперёд, вперёд. Вперёд. Няня, Бен нашёл мою палочку. Очень хорошо. Но поверь, ты не должна была её терять. Да, няня Плам. Выходит, Бен, я так понимаю, мы должны благодарить тебя. Мне не трудно было. Я думаю, он достоин награды. Ты вроде хотел новую шляпу. Эм, конечно. Так я скажу спасибо Бену. Нет, правда, не стоит. Стой неподвижно, Бен. А ты, Холли, взмахни палочкой нежно. Да, няня Плам. Абракадапа будет Бену шляпа. Надо же, получилось. Главное, правильный взмах рукой. Ух ты, это прекрасная ковбойская шляпа. Бен, спасибо, что нашёл палочку. Прости, что я не поверила в твой план. И ты прости, что я не верил в твоё волшебство. Только не это. Волшебная палочка окрасила Бена в синий. Как я смотрюсь? Эм, я думаю, старая шляпа Бену идёт тебе гораздо больше. Я тоже так думаю. Абракадзубэйди. Что ж, я рада, что старая шляпа опять со мной. А я рада, что палочка со мной. Я её больше не потеряю. Где-то там, за колючими кустами ежевики, есть маленькое королевство эльфов и венек. А населяют его очень-очень маленькие существа. Я Бен Эль. А я принцесса Холли. Пойдём играть. Удачи! Продюсер Юбинс. Аплодисер Юбинс. Зори Нелли Лайстры и Марк Бенни. Маленькая королевство. Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в пещере Гастона. Божья коровка Гастон. Гастон, выйдешь с нами поиграть? Гастон! Идём, поиграем! Скорее, за мной! Эй, подожди! Давай, Гастон, вперёд! Вперёд! И за что не поймаете? Нет, поймаем! Гастон обожает бегать за палкой. Гастон, опор! Неси, Гастон! Умница, Гастон! Молодец! Гастон, хочешь поболтать лапками? Давай, на спину ляг! Болтай лапками! Гастон любит валяться на спине! Забавно! Холли, пора спать! О, это няня План! Мне идти домой пора! Да? Но мы так хорошо играли! Не переживай, мы встретимся завтра снова! Точно! Бен, пора спать! О, это моя мама! Пока, Бен! Пока, Гастон! Пока, Холли! Пока, Гастон! Увидимся завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Бен, Гастон! Холли! Гастон! Привет, Холли! Здравствуй, Бен! А где Гастон? Он ещё не показывался. Как? Давай сходим за ним! Давай! Гастон! Выходи с нами играть! Гастон! Гастон почему-то не отвечает. Может, он злится на нас? Но мы так здорово играем вместе! Да! Когда я его переворачиваю, а он болтает лапками. И когда я катаюсь на нём верхом. А как ты думаешь, Бен, Гастону это нравится? Возможно, не очень. Может быть, Гастону грустно. И поэтому он не идёт с нами играть. О, Боже! Что же делать? Няня Плам наверняка знает, что делать. Она знает всё о Божьих коровках. Молодец! Няня Плам, Гастон, Божья коровка, чем-то недоволен. Хм... Божьи коровки вечно недовольны. Ну поймите, Гастон наш лучший друг. Няня, ты можешь нам помочь? Няня, пожалуйста! Хорошо, я попробую. Спасибо, няня! Игорь Куркин Ах! Ура! 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 Гастон живет вот здесь. А что за насекомое, Гастон? Гастон – божья коровка. Ах, да? Дайте-ка подумать, как они говорят привет. Смотрите, дверь открыта. Давайте туда заглянем. Гастона здесь нет. Наверное, он ушел куда-то горевать. Фу, понятно, почему Гастон грустит. Никто не будет счастлив в такой грязной пещере. Отства, надо убраться здесь, пока хозяин не пришел. Да, вот это будет славный сюрприз. И надеюсь, Гастон будет счастлив опять. Сначала мы все почистим. Абракодиль, абракодок. Щетка, шпабра, вода, порошок. Коли, сними паутину. Есть, няня Плам. Бен, ты вымоешь пол. Есть, няня Плам. А я заправлю постель. Постель такая грязная. Сколько тут хлама. Сухари, комиксы, леденцы, грязный носок. Фу, раз, два, три. На чистую постель посмотрим. Чудно. Еще один штрих и готов. Ура! Ура! Быстро! Гастон уже рядом. Гастон! Сейчас мы тебя развеселим. Нам не нравится, что ты грустишь. Прости нас за то, что мы тебя переворачивали. И катались на тебе верхом. Что он сказал, няня? О-о-о. Гастону нравится переворачиваться и катать на спине. О-о-о. Гастон не грустит. Напротив, он очень весел. Что ж, ты будешь еще больше рад, когда заглянешь в пещеру. Гастон! Я же сказала, божьи коровки вечно недовольны. Гастон, скажи, что с тобой? О, боже. Няня, что он сказал? Ему нравилось, каким был его дом раньше. Грязный и захламленный. О-о-о. Прости нас, Гастон. Не бойся. Мы сделаем все, как тебе нравится. Да. Мы хорошо умеем устраивать беспорядок. Паутина. 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 Здорово. Раз, два, три. Грязную постель на место верни. Грязный носок сюда. И разбросаем леденцы. Чудно, последний штрих и всё, готово Молодцы, ребята Теперь здесь так же грязно, как и раньше Ура! А если опять понадобится устроить здесь беспорядок Не стесняйся, Гастон, позови нас, мы поможем Да, а для чего же ещё нужны друзья? Пойдём, поиграем Эй, подожди меня Давай, Гастон, вперёд, вперёд Не поймаете? Нет, поймаем Гастон Где-то там, за колючими кустами ежевики, есть маленькое королевство эльфов и фельд А населяют его очень-очень маленькие существа Я Беннелли А я Пинтесса Холли Пойдём играть Продюсер Килбинс Аптолитик, режиссёры Калилой Стрини Марк Бэйкл Маленькая королевство Бенна и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке Королевский чудо-пикник Кажется, сегодня чудесный день для королевского пикника Согласен, королева Ура! Обожаю пикники! Няня Плам, приготовь королевскую чудо-корзину Хорошо, Ваше Величество А мы будем есть волшебное желе? А, может, мы обойдёмся без волшебного желе в этом году? Но мы всегда едим желе во время пикника Что ж, если ты обещаешь не затопить всё королевство желе, как год назад Поверьте, Ваше Величество, ничего не случится в этот раз Мам, можно Бену с нами на пикник? Но, Холли, Бен ведь эльф А у нас исключительно для фей пикник Давайте возьмём Бену с нами Он мой лучший друг Что ж, полагаю, раз он твой лучший друг Ура! Я позвоню Алло, миссис эльф вас слушает Привет, миссис эльф Позовите, пожалуйста, Бена Сейчас Бен, это принцесса Холли Привет, Холли Бен, хочешь пойти с нами на королевский чудо-пикник? Разумеется Супер! Приходи в замок как можно скорей Мам, знаешь, меня пригласили на королевский чудо-пикник Как это славно! Надо взять много еды, чтобы со всеми поделиться Что тебе дать? Ммм, пирог, сыр и ещё немного фруктов Я положу тебе целую ягоду клубники Когда её точно всем хватит Спасибо, мам Пока До вечера Смотрите, это Бен Привет, здравствуйте Ха-ха, не будем скучать Ещё ни один эльф на нашем пикнике не бывал Спасибо за приглашение Корзина, похоже, тяжёлая Помочь вам донести? О, спасибо, Бен О, да она совсем лёгкая Да, но это волшебная корзина Не волнуйся, Бен, увидишь Смотрите, это наш друг Гастон Привет, Гастон Пап, можно Гастон пойдёт вместе с нами на пикник? Хм, я так не думаю Что он сказал? Няня Плам понимает язык божьих коровок Гастон сказал, что с радостью пойдёт с принцессой Холли и Беном Эльфом на королевский чудо-пикник Ваше Величество Хорошо Только жаль, что так плохо пахнет Няня Плам, ты можешь перевести? Да, могу, но лучше не буду А, мы пришли Лужайка для пикника Ура! Еда для пикника Что это? Это мне мама дала с собой То есть ты взял настоящую еду с собой на наш пикник? Мм, ну да Видимо, это странная традиция эльфов, Ваше Величество Хо-хо-хо, очаровательно Ну конечно, у меня полно еды для всех вас Спасибо, Бен Но феи не едят еду эльфов У нас есть особые чудесные продукты Вот они Но корзина пуста, вы забыли еду Наверное, вы очень торопились Глупенький Бен, она не пуста Это волшебное чудо-корзина, ясно? Она может дать всё, что угодно Начнём с напитков Я бы выпил игристого чудо-сока Чудо-корзина, будь добра Дай игристого сока и спить нам сполна Ого! Да, юный эльф, это и впечатляет Бен, возможно, ты хочешь выбрать напитки для детей? Всё, что захочешь, выбирай Всё, что хочу, я действительно могу попросить любой напиток? Да, всё, что угодно Ммм, ладно, я хочу лимонад Это как-то скучно и ординарно Эльфы любят лимонад, а я же настоящий эльф Но, Бен, ты же можешь попросить всё, что твоей душе угодно Выбирай В таком случае, лимонад с ложкой мороженого Подумай, ты точно не хочешь побольше экзотики? Хорошо Тогда лимонад с двумя ложками мороженого Хи-хи Молодец, Бен Чудо-корзина, чудо-корзина Нам лимонад с мороженым подавай Ура! Спасибо, Холли И не забудьте Гастона Хм, а что божьи коровки любят пить? Всё то, что плохо пахнет Правильно Раз Гастон так пожелал сам Дай протухший ты напиток нам Фу, няня Какая гадость Он получился слишком вонючим даже для Гастона Чепуха Ему нравится сок из гнилой капусты Так, главное блюдо Наш приказ простой Сэндвичи с сыром и ветчиной А сейчас пудинг Ура! Волшебное желе! Ау, няня Плам Не делай слишком много на сей раз Мы не хотим повторения прошлой катастрофы А что было? Холли, Дейзи и Поппи помогали мне делать пудинг Но год назад мы сделали слишком много и мы... Затопили всё королевство желе Ах, да, вспомнил Наводнение Как это были вы? Да, это мы Правда, было довольно зрелищно Но это больше не повторится Правда, няня Плам? Не бойтесь, Ваше Величество Мы придумали новые слова, чтобы не перестараться Дети, за мной Можно мне тоже? Да, Бен Дети, повторяйте за мной Корзина дай в дорогу Желе-желе Но немного Корзина дай в дорогу Желе-желе Но немного Раз Ура! О! Этого слишком мало На всех не хватит, не так ли? Нет, надо ещё больше Ладно, давайте так Корзина дай-ка, ещё, ещё, ещё Корзина дай-ка, ещё, ещё, ещё Я уж было подумал, что нам не избежать очередного потопа Пусть потоп, пусть потоп, пусть потоп Мы утонем Няня, слишком много жалеет Ася, няня Шазам, шизи Чудо будет Сгинь, сгинь, сгинь Няня, помогите Сделай хоть что-нибудь Есть заклятие, стоп Магия верная Но оно только для королевской тревоги Я объявляю королевскую тревогу Гром и молния Огонь и лёд Волшебство Сейчас уйдём Сработало! Ура! Няня, где продукты? Прости, я отменила всю магию А значит и наш волшебный пикник Как странно Мои продукты все целы Они ведь и не были волшебными И к великому счастью И хватит на всех нас Спасибо, Бен Но, няня Ты сказала, феи не едят еду эльфов Эм, да Спасибо, что напомнила принцесса Холли Мы прекрасно отдохнём и без пикника Давайте просто наслаждаться природой Ммм, вкусно! Я проголодалась Я тоже Я никогда раньше не пробовал то, что готовят эльфы Угощайтесь, пожалуйста, ваше величество О, спасибо, Бен Ммм, эльфы вкусно готовят Действительно Няня Плам, попробуй тоже Хорошо, ваше величество Раз это королевский приказ А вот ещё королевский приказ Отправляясь на чудо-пикник Всегда брать эльфа ААААААААААА!!!